Я знаю, что это очень важно. Это мой лайфхуд журнал. Это он помазан на макту. Я варю в овощ. Так что ты вошел в овощ. У меня была маленькая бумажечка, на которой у меня было написано. Смотрите, была ту ручка. Чтобы мои доходы постоянно растут. И там у меня внизу стояла восьмое конечко. Мои доходы постоянно открываются. И я уже познакомилась. Раз, у меня идет сектор с осознанием. И действительно, у меня почему-то как минимум. Помните, что вы будете постоянно связаны с энергией, с энергией, с энергией, с вашей мышкой. Это станет вашей старой натурой. А это станет вашей старой натурой. Вы приходите от консервированной энергии, которой вы постоянно растите. Это будет взрослый процесс. Это, люди говорят, как у них у вас здесь. Да, но это можно. Это отразится. Происходят надельственные энергетические звуки, приносящие здесь гармонию с окружающими. Я знакома с молодым человеком, страшно обручающимися сковородочками и прочими. Сейчас помолву сковородочку. Помолву сковородочку. Так что вот. Портыв 들어� qun'сор Бумчина тх комбарк Они будут думать проху. П получилось которое в аккурат ao осторожную данность. И не приходится внутри, в этом плане не хочу, что люди будут вкру устоять. поэтому, это подошу не изменил, и это будет учитывать консервлан, Пр отделениеö Antes� 2023 Продолжение следует... 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 визы и морковочка если ваш . и не уже жарили я лучок положу пожарил пассирую лучок так что вот чувство вины закрепляется в общем я слышу книжку анатолий правдиной я привлекаю любовь и счастья ага раз родители выглядят такими смущенными значит они делают что-то нехорошее думает маленький человечек и у него опять откладывается подсознание стереотип что я тебя секс лампы это что-то неправильно то есть одно из величайших чудес нашего бытия превращается в подобие загнанного волка картошечку картошечку и конечно порезала лучок порезал лучок так что вот как раз происходит конфликт между основами заложенными с детства в подсознании и показной доступностью секса в предложенной массовой культуре конфликт происходит в подсознании а страдает сам человек это может выражаться в различных нарушениях неудовлетворенность и холодности список может быть в виду вы знаете какому интересному образу пришла изменить американский психолог и автор неудовлетворенность она пишет что даже инфекционные болезни в том числе и спин чаще поражают тех людей которые испытывают чувство вины и не полноценности вирусы как бы прилипают к тем кто занимается любовью испытывая чувство вины даже на подсознательном уровне избавляемся от чувства вины выход как всегда есть если мы хотим получать все радости жизни наслаждаться тем что по праву принадлежит нам как существам гармоничным и счастливым надо решительно избавиться от нормального нашего чувства вины неудовлетворенность поверьте что любить секс и все удовольствия связанные с ним это одно и просто нормальное для живого существа что мучок пассирует это значит любить себя и любить жизнь вы ни в чем не виноваты если вам этого хочется Максим рос маменькиным сынком привыкшим к постоянному удовлению со стороны матери женщины властной и с неустроенной вещью Лучок пассируется у меня Лучок пассируется так что вот с морковочкой Лучок с морковочкой Безусловно его очень смело к девушкам но сидящий по сторонам образ строгой мамы был настолько серьезным что он постоянно испытывал чувство вины из-за своих естественных желаний в результате Максим стал частым гостем у врачей-санкологов которые все же доказали ему заходившихся в собственных сексуальных проблемах то что желание секса естественное стыдиться а тем более испытывать чувство вины за все нормальные проявления собственных сексуальных не следует а следует радоваться жизни и наслаждаться тем, что она дает хорошо еще, что ему помогли на ранней стадии а в временном возрасте такие перекосы в воспитании дают уже более стойкие негативные результаты любовные взаимоотношения как одна из самых основных радостей жизни должны приносить наслаждение обоим если ваш друг все еще находится под давлением неправильных воспитаний и никак не может расслабиться потом у тебя мягко помочь разумеется, не надо прямо говорить человеку ты меня не устраиваешь, сходи к врачу этим можно только еще более снизить уверенность вашего партнера в себе а вот тактичная беседа доброе прикосновение обладающее слово нежный патруль могут совершить чудеса одним из замечательных способов раскрывающих сексуальное и рождающих взаимное доверие является принятие совместной ванны представляете, как здорово вместе полежать в теплой душистой пене потереть друг друга красивой мальчалкой помечтать, послушать музыку да мало ли, чем еще можно заняться в ванну о чем это свое общение создавайте доверительные теплые взаимозначения вполне можно делать в ванну я знаю, что многие очень счастливые семьи постоянно практикуют совместные ванны и получают от этого массу удовольствия при этом ванна не обязательно ванну для счастья важен настой тут же хочу заметить, что наличие ржавых сазов, нависающих на глазах и груди грязного белья уже никак не способствует эротическому настроению а вот пару свечей таинственно отражающихся в зеркале и ароматическому белью в общем лучок пассируется у меня лучок пассируется с морковочкой представлены у меня об عليه потом подолжение следует для того эту так Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Досочку тоже спала. 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 и пустили немного лучше попасть в свою жизнь. Как это сделать, вы узнаете в будущем аромат. Становится привлекательнее для детей. Когда я деложу разговоры с ребят, я обычно говорю, что это молитва моей семьи. И по блестящим глазам моих слышат и напоминают, что я не одинока в своих детей. Признаюсь, я очень любительство. Более того, я хочу, чтобы вы тоже, какими-то, лучше поверить в этот аромат, и чтобы эта любовь была взаимна. Я бы хотела из нашей предыщущей серии целую книгу на театре «Правильный мир». Прекоменствую вам ее почитать. Я, как и все остальные, в нашем телевидении не обладаюцами, а летним, а летним весьма относительно. Они очень чувствительны. Можно, конечно, сказать, что мне обладают этим миром. Вам нравится. Божественно, наверняка, что было здесь такое, что некоторые люди, деньги любят, и сами идут с ним лучше. А некоторые, как бы с ним любят, не любят и все. И делаются даже не столичьи, но куда-то, почему она получила вожгодерную звезду. Почему? Все же просто. Пластелина работает великий закон подробностей. Подробное – подобное. Но для того, чтобы не притягиваться, надо видеть соответствующее восстановление сознания. Так просто? Да, так просто. Если, друзья мои, вынуждены в семье, кто собственного мастерного рода, то вам дает мне создать жизнь, что-то станет в семье, в семье, в семье, в семье. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Один Торevope Директора Кладу картошечку, которую я порезала. Так что вот супчик. Кладу картошечку, которую я порезала. Не важно. Кладу картошечку, которую я порезала. Кладу картошечку, которую я порезала. Пусть ваш кошелек будет примером и уложительного отношения. Будьте крепче, чтобы еще один деньг, при этом вы хотите, и я деньг. Главное, чтобы деньги переверят в вашем сознании. Когда появление их в ваших кошельках, тем больше вопрос времени. Вы, например, посмотрите, как я переделываю вместе с этим партнерным докладом. А я денежки люблю, я их не использую, что вы используете в нашу кровель через пользу. Для объектива положительного теряDA, в вашем своем состоянии. Вы можете исполнять столь вот типа шаманского палка и для таких времени удача Вы Both your Are Are, а я SAY в эти клетки буду делать более несколько лет. Получите. При category form �o Yeah, my Ski Продолжение следует... 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 Жизнь в Америке связана с приходом бабушки гигантского количества щитов. Наши щита – это просто цветочки, по сравнению с американцами. И при этом за просроченные щита все начинается включать очень четко и быстро. Телефон, электричество, а у него благородина начисляет в процессе, умножающиеся в геометрическую прогрессию за каждый просроченный день. И к тому же не платильщика заносит черный файл, выйти из которого практически невозможно. Устребляться нельзя. Сначала голова кругом идет. Поэтому, когда я жила в Лос-Анджелесе, я придумала для себя такую игру. Потом выяснила, что это одна из основ психологии богатства, что меня очень порадовало. Я превратила в процесс оплаты щитов в ритуал. Миллионер, спокойно выписывающий такие небольшие суммы. В самом деле, что для миллионера смешная сумма в 30-50 долларов. Я входила в образ потовственного миллионера. В моем воображении даже злинилась сигара в руках, хотя я и не курю. Раскладывала все свои многочисленные щита очень аккуратными пачками. И с огромным наслаждением выписывала чеки. В последствии у моей обожаемой Луизы Фея я вычитала, что она даже целует свои чеки перед отправкой. Этим она гарантирует, что посыл любви вернется обратно. Я стала делать то же самое. То есть, стараться целовать свои собственные чеки перед отправкой. Иногда там даже отречеталась моя губная помада. И что вы думаете, буквально через пару месяцев, повергавшие меня в ужас потоки щитов несколько замедлены. Платить их стало все легче и легче. А обогеем стал тот факт, что электрическая компания вдруг провела перерасчет и выяснила, что не мы должны ей, а она нам. Вот что такое правильная подход к оплате щитов. Самое приятное, что все это чистая правда. Поэтому, когда приходят повышенные счета, не хватайте за голову, не причитайте, а наоборот, говорите себе, что доходы ваши возрастают. Для того, чтобы вам было комфортно оплачивать все свои нужды. А также организации, обеспечивающие ваши дома теплым светом, верят в то, что вы сможете оплатить их услуги. То есть, вам показывают кредит доверие, а это дорогого стоит. Есть замечательная аффирмация. Все мои желания исполняются. Все мои мечты осуществляются. Все мои потребности удовлетворяются всегда. Или, мои доходы растут в соответствии с моими потребностями. При любых финансовых операциях, неважно, открываете ли вы счет в банке, или просто оплачиваете комфортные услуги, говорите про себя. Богатство – это моя сила. Я богат. Можно повторять это много раз, когда ваше подознание свяжет процесс создания или получения денег со словами «богатство», «сила», «я». И будет работать уже в этом направлении. Подключайтесь к эгрегору богатства. В процессе склеивания с деньгами очень важный момент состоит в том, чтобы излучать знакомые деньгам с юридой богатства. Тогда они быстрее к вам придут. По великому принципу подобное подобное. Каждый раз, когда вы видите роскошные отели, дорогостоящие машины, ювелирные магазины, казино и банки, говорите про себя. Вот это как раз для меня. Я принимаю роскошь, я принимаю богатство. Все самое хорошее в мире – это для меня. Когда я жила в пятизвездочном отеле, который отряд меня в своей роскошной, я играла в игру под названием «Это мой отель». Мне очень нравилось ходить по территории отеля и смотреть на него с точки зрения хозяина. Я благосклонно смотрела на меры по улучшению внешнего вида отеля, радушно здоровалась с служащими и вообще наслаждалась жизнью. Должна вам сообщить, что на людей такой поведением действует в самом благословном образе, да и настроение повышается. Я рада вам сообщить, что результаты постоянной работы над собой не проходят так. Вы будете часто слышать всю адрес комплименты, что от вас начинает исходить энергия денег. Раз люди это чувствуют, то деньги и подавны, а тут уже нападаться недалеко. Приучите ваше подсознание именно к такому восприятию, и вскоре вы будете смотреть ярко уверены в результате. Все, что мы выстраиваем в своей голове, рано или поздно исполняется. Это понимает уже все больше и больше количества людей, но далеко не все. Недавно я проезжала в такси мимо стоявшего причала великолепной яхты. Разумеется, я вслух выразила восхищение роскошной красавицы, не забыть принять эту яхту в свою внутреннюю банку богатства. Но если вы выслышали, какую фирадой разразился водитель такси, там было все. И резкое осуждение владельцу яхтозаима богатства, и сетывание по поводу неудачного правительства, и многое такое, что я даже не имею права повторять, как человек, понимающий силу своих слов. Пожалуй, я еще не встречала более яркого примера того, как человек буквально отпичивает от себя деньги и удачу. Раз быть, ему придут деньги, если он их так не любит? Конечно, нет. Пожалуйста, имейте в виду, что деньги надо любить. И в том случае, если они находятся в кармане не у вас, а у других людей. Да-да. Если вам удастся из жестремленности зависть, то это будет только на пользу, причем ощутимую материальность. Элементальный пример. Когда одна подруга завидует другой из-за того, что у той есть классная машина и возможность сеяться за границу, то она демонстрирует с деньгом, что она их не любит. Радоваться надо, если окружающие вас люди богатеют. Радоваться успехом богатых людей это выкат на друзья мои. Вообще, субчик, я не совсем смотрю, это вопрос, выжмите, так все у меня. Повторю, супорщик, как хорошо, что я богат. Я же богата, вот деньги ко мне идут. Используйте любую случайность, любую мелочь, пусть все у вас будет за деньгом. Развилась тарелка за деньгом, высадили пятно на свитер за большим деньгом, перегорела лампочка к новым выступлениям. И я думаю, вы уже поняли, не дели. Важно, чтобы у вас в сознании четко отложился тот факт, что вы и деньги прочно связаны между собой. Поскольку человек является творцом своего собственного мира, то сознательно выстраивайте ту модель, которая вам нужна, а не ту, которую вы боитесь или не хотите. Кстати, жадность деньги тоже не любят, имейте в виду. И знаете почему? Потому что деньги любят движение и свободу, а в длину жаденых деньгам тяжело. Жадного человека видно сразу. При виде денег у него вытникает сильный, хватательный рефлекс. А когда деньги надо отдать, он становится мрачным, подозрительным, у него комплексное настроение, и выкинуть из него деньги очень сложно, практически невозможно. Но знаете, какую любимую поговорку пользовались в одной знакомой мне семье? Даже повторять не хочется, но ради обучения придется. Поговорка звучит так. У нас нет денег. Так они говорили всегда, когда дети просили их купить новую одежду, поехать в круиз и купить новое умение. Интересно то, что это была неправда. Деньги у них были, так как семье прилично зарабатывали. Но тогда у них была установка на деду, на экономию. В итоге, после известных экономических повреждений, у них бесследно пропали все возбережения, ради которых они отказывали себе и своим детям во всем. Как они говорили, так у них и стало. Это жизненная история, показывающая, что деньги надо тратить с удовольствием и говорить при этом совсем другое, а именно моя радость получать, моя радость отдавать. Счастье, богатство и благополучие постоянно приходят ко мне, так что я могу расслабиться и наслаждаться моего жизнью. Я получаю деньги легко и без усилий, что посеешь, что пожнешь. Один из важнейших законов психологии богатства закон обмена или дарения. Мы уже говорили с вами о жадных людях. Жадные резко бывают богатыми. Какие вы причины их такими не сделали, потому что они нарушают великий закон заих варьбе. Нельзя все время играть в один ворот. И если человек любит только брать, брать и брать, то в итоге он остается ни с чем, так как энергия денег застаиваются в его руках. Смысл в том, что надо одной рукой брать, а второй отдавать. Только тогда денежки обрадуются и потекут хвалы, ибо их истинная природа будет в постоянном движении. На семинаре в Германии известный мастер Фоншуй Джозеф Ю из Канада сказал, что у денег звездная природа, то есть они блестящие, находятся в постоянном движении. Мне очень понравилось это сравнение. И еще один момент. Здесь работает тот же закон, что если хочешь что-либо получить, то сначала это надо отдать. Вспомните пример с вершкалами. Вы даете себе любовь и вы даете себе шипенди. Потому что по большому счету все мы одно целое. Для того, чтобы привести этот закон в действии, надо научиться как можно больше отдавать. Приносите людям неожиданную рамку. Давайте немного больше чем всех. Старайтесь всегда приходить в тот друзей с небольшим подарком. Всегда оставляйте чаевые, дающие, ускоряйте, денег больше не становится. У меня есть пример двух друзей Максима и Григория. Максим был намного богаче Григория, но создание собственного превосходства совсем не делало счастливее и привлекательнее. Он не любил отдавать деньги. Григорий же жил по принципу легко приходит и легко уходит. Он всегда тратил деньги с большим удовольствием, умазал друзьям, говоря, что чем больше даешь, тем больше получаешь. Даже в ресторанах официанцы приносили счеты не на Грише, потому что у него был открытый радостный день, а у Максима что называется снег не выпросишь. Так что вот сварила щи, так что вот вернее борщ. Хотела щи, сварила борщ, так что вот такие вот дела со свеколкой, так что вот красной фасорью, жарю еще хлеб, хлеб пожарю, буду кушать, так что вот 2 часа ночи, 20 минут, 6 апреля, 20-20, так что вот Татьяна Салмановна Макту, Сейфудин. Я богатею с каждым днем, деньги для нас. Разложите из-за мусора, дайте возможности всего вселенной сделать свое дело. Знаете ли вы о том, что деньги нельзя не только сдавать под вечер, но и считать? Если вы принесли вечером данные деньги, не пересчитывайте их, после данного сома. Я знаю людей, которые стараются богаче не прикасаться заработанным принцам вечером. Намного лучше будет убрать их красный конверт или пакетик, положить под подушку и проспать на них всю ночь. Только утром можно проделать манипуляции землями. Считать, откладывать данные отношения. Я положу. Иногда четвертый спрашивает меня, не будет ли это самообман, если говорить о том, чего нет в настоящее время. Это будет не самообман, а развитием сознания волшебников. Если вам по какой-то причине не нравится слово волшебник, замените его на понятие комбинированного ума. Что по сути одно и то же. Если вкратце охарактеризовать сознание волшебника, алхимиком, творца своей судьбы, то это выглядит так. Создайте в своем сознании самое великолепное представление о себе, о собственном счастье, своих взаимоотношениях и своих финансов. Наполнитесь непоколебимой уверенностью, что это все обязательно сбудется и все время возвращайтесь в своих мыслях к этому прекрасному образу. Получается своеобразное воспоминание о будущем. Каждый раз, когда у вас возникает какое-то сомнение в своих силах, разочарование сегодняшнего дня или вообще все идет не так, как хочется, вспоминайте о своем блистательном будущем и оно не замедляет прыгнуть в реальность. Другого пути нет. Недавно я наблюдала следующую сценку в универсале. Передо мной в очереди в кассе устоял громадный брестоголовый мужчина, ну, в общем, тот самый, вы понимаете. Данного господина очень сложно было назвать привлекательным. Он общался короткими повелительными фразами с девушкой-кассиршей. Но если бы вы увидели, друзья мои, как старалась девушка за кассу и всеми способами понравиться ему. Я думаю, что эта девушка наивно полагала, что определенные суммы денег, которыми, скорее всего, обладает этот посетитель, могут принести ей при удачном повороте судьбы много радости. Именно поэтому она не обращала внимания ни на мутные глаза, ни на накопки на руках. Деньги. Вот в чем секрет. Как только мы преодолеваем свой страх и начинаем строить свою жизнь, исходя из новых предпосылок, непоколебимой уверенности в себе и в своем будущем, отпадает всякая нужда искать партнера только по финансовому предыдуку. Мы-то знаем, что источник благополучия находится внутри нас. Мы начинаем замечать людей с искренней, с надежной, анимаркой машины и количеством золотых цепей. Мы начинаем ценить привязанность и нежность, а не считаем, сколько на нас тратят магазины. И тогда, когда всплывают самые прекрасные человеческие качества, доброта, чувства, любовь и нежность, мы, наконец, становимся по-настоящему счастливыми. Часть вторая. Фрэншуй надежный помощник для претения гармонии и привлечения любви. Хотите, открою вам один секрет. Даже если вы пропустили все то, что было написано в книге раньше и стали слушать с этой страницы, то все равно шансы найти свою половинку и укрепить не взаимодоношения, а также внести гармонию в свой дом, у вас теперь очень велики. Дело в том, что мы с вами, дорогие читатели, именно сейчас входим в красочный и таинственный мир фэншуй, где настречу нам уже спешат невидимые, но весьма мощные силы нашей матушки земли. Почему именно земли? потому, что мастера фэншуй иначе еще называют гиомангом, то есть мастером по работе с энергией и земли. Помните еще со школы гио-земля, именно этим и занимается фэншуй. Когда вы научитесь использовать эти чудесные возможности для своего и общего блага, то в вашей жизни будут проявляться люди, ситуации, благоприятные возможности, радостные события, к которым вы всегда стремились. Ваша задача только наладить контакт с нашей общей, великой и такой прекрасной планетой, а для этого следует владеть языком, на котором можно с ней общаться. Этот язык и есть фэншуй. Не нужно становиться адектов восточной философии или закоренелым бутестом, чтобы понять основные принципы фэншуй. Фэншуй работает вне зависимости от веры, исправедания, национальности, степени убежденности у практикующего. Хотя, конечно, желательно все же верить и понимать, что именно ты делаешь. Существует множество книг по фэншуй, и это не может не разуть. Выбор огромный. Здесь же я приготовила для вас, дорогие читатели, здесь же я приготовила для вас специально избранные рецепты фэншуй для того, чтобы ваша жизнь приносила вам как можно больше радости и одиноких людей становилось меньше и меньше. Считается, что благодаря фэншуй можно привнести в свою жизнь изобилие, но если не с кем это изобилие разделить, то и радость от этого изобилия не так уж и много, не правда. Почему я лично так люблю фэншуй? Потому что с его помощью мы можем привлечь в свою жизнь не только благополучия, но и долгожданных партнеров, любимых людей, о которых мы всегда мечтали. Я встречалась с очень многими скептиками, которые предпочитают подвергать все насмешкам и недовериям. Но даже и какие скептики все же возвращаются спустя несколько лет и смущенно спрашивают меня, что там надо переставить, чтобы все было хорошо? С другой стороны, я редко встречаю людей, которым бы фэн-шуй не помог. Перемены все равно происходят. Не всегда сразу, постепенно, хотя иногда бывают результаты прямо на следующий день. Все люди разные, поэтому получается у всех по-равному. Но одно я знаю определенно, фэн-шуй действует, работает, помогает на всех уровнях нашей жизни. И, пожалуй, самое главное, что он принадлежит, это радость и надежду. На новую, счастливую и гармоничную жизнь. Не стесняйтесь принять дружески протянутую вам руку вашего фэн-шуй. Он обязательно поможет. Глава первой, главный источник энергии любви, наша земля. Учимся призывать силу земли. В соответствии с основами фэн-шуй, любовную и брачную и брачную удачу внесет нам никто иной, как наша земля. Причем имеется в виду именно земля как планета. Иначе фэн-шуй она называется еще большой землей, поскольку существует еще малая земля. С помощью фэн-шуй мы учимся правильно активизировать и привносить энергию земли в свой дом, что благотворно влияет на романтические взаимосношения, здоровье и гармонию живущих там людей. Земля это не мертвое тело, она населена духом, который и есть жизнь ее и душа. Это то жизнь, что взгляне звезды и дает пищу всему живому, что прячется в ее чреве. Так романтично описал землю алхимик Валентинус. Только поставьте, что в нашем распоряжении все невероятные силы земли для того, чтобы помочь нам найти наконец подходящую пару, обрести наполненной любовью, радостью, взаимоотношения и укрепить семейные связи, которые уже есть. Во время недавнего путешествия в Якутию или Республику Саха, как называют ее сами Якуты, мне посчастливилось побывать в уникальном природном заповеднике Ленские столпы. Трудно описать словами все великолепие, которое предскало перед моими глазами на берегу Игрины. Выходящие из земли горные образования больше всего походили на людей, воинов, женщин, а также собирались в удивительно живописные группы, гармонии и красота, которых просто удивлял. Но самое интересное то, что в этих молчаливых, но дружелюбных скалах, я узнала не что иное, как место силы, которое постоянно ищут и очень ценят мастера Таншу Силу Мира. Достаточно упомянуть мастера Йилу Гонг, которая неустанно путешествует по всей Земле в поисках таких вот мест, ибо считается, что именно в местах силы выходит на поверхность драгоценная природная силы Земли, и приобщаться к ней чрезвычайно полезна. Конечно же, мы в целом отрезок единомышленников провели несколько медитаций на месте выхода этой энергии, и могу вам признаться, что ощущения были действительно очень сильными. Мы буквально впитывали эту благотворную энергию Земли, благодарили Землю, загадывали желания, и вернулись на теплоход насыщенными этой энергией. Более того, мне рассказывали местные жители, участники нашего похода, что они никогда ранее не чувствовали такого прилива сил и жизненной энергии, как в тот раз, хотя бывали уже на ленских столбах неоднократно. Вот что значит осознанное общение с энергией. У многих посетителей ленских столбов после поездки туда произошли положительные перемены в жизни. Например, одна молодая женщина внезапно получила приглашение на работу, о которой давно мечтала. У другой значительно улучшились отношения с мужем, бывшие до того критические. Вы никогда не будете в проигрыше, если станете укреплять и активизировать энергии земли в вашем доме. Вы внесете бесценное ощущение стабильности, уверенности и обретете более полное доверение между близки. Конечно, совсем необязательно ехать так далеко, чтобы приобщиться к подобным местам силы. К счастью, и вокруг нас есть живая природа, а значит, всегда нужно найти свои места силы неподалеку. Это может быть любое место, где вам становится хорошо. Белик, озер, реки, лес, поля. Постарайтесь найти любое укромное место, где вы можете расслабиться и подпитаться мощной энергией земли. Имейте в виду, что не все горы и скалы излучают благотворную энергию. Если вы видите камни с угрожающими торчащими выступами, скалы с острыми краями или просто чувствуете себя некомфортно, то, скорее всего, это не то место, которое вам нужно. Включайте свою интуицию, она всегда поможет вам сориентироваться в пространстве. В хорошем месте силы, которые вы определили для себя, полезно проводить медитацию, отключиться от повседневных проблем, визуализировать предстоящие радостные события, загадывать желания, заниматься сгон. Да мало ли, что можно делать человеку с развитым воображением и стремлением улучшить свою жизнь. Иногда просто необходимо припасть к земле, особенно нам, городским жителям, и почувствовать ее мобочую силу. представьте себе, что мы имеем дело с этой живой силой и энергией земли, и можем даже использовать эту мощь в собственном доме для достижения своих благих целей по укреплению семьи, здоровья и любви. А ведь именно элемент земли отличает в завете чрезвычайно важные аспекты нашей жизни. Как это сделать, я расскажу вам в следующей главе. Глава 2. Ваш дом выражения ваших устремлений. В жизни мелочей нет. Если выразить принцип действия фэн-шу всего в нескольких словах, то это будет звучать так. Проявление желания выучили создание гармоничной обстановки в своем окружении. Почему это происходит, мне кажется, и самые известные мастеры не совсем себе представляют. Но это безусловно работают. Могу сказать, что когда я училась у всемирно известного грандмастера в Чанхайе, то один слушатель постоянно спрашивает, ну почему, почему это так? Да это грандмастер в конце концов ответил. Не спрашивайте меня постоянно, почему это так, а не иначе. Так устроено, так сработает. Если хотите узнать, почему придется провести много лет в библиотеках, изучая древние китайские тексты. Так что просто пользуйтесь и наслаждайтесь результатами. На мой взгляд, современный фэнши предлагает множество разнообразных, проверенных с тысячелетиями формулы методов, которые мы можем с успехом применять в жизни и достигать потрясающих результатов. Главное понять, что в жизни нет мелочей. все имеет свой смысл используя пространство вашего дома, неважно загородное ли это особняк или гонок в общежитии, вы можете проектировать ваше устремление надежды и чаяния в окружающий мир, и он обязательно ответит вам. Можете в это верить или не верить, но, как сказал тот же Япчинхай, если для желаемых изменений в вашей жизни вам необходимо всего-то лишь передвинуть кровать и использовать несложные формулы, то почему бы не попробовать? Я предлагаю вам попытаться войти в контакт с вашим домом. Не бойтесь показаться смешными, вас никто не осудит. Очень полезно относиться к своему живущему как живому существу. У меня, например, есть привычка радостно приветствовать свой дом, когда я возвращаюсь. мне кажется, что он сразу лучше выглядит от моего сердечного приветствия. Не знаю, замечали ли вы после долгого отсутствия, что ваш дом плохо выглядит и не только от скопления пыли, но также и потому, что ваш дом скучал по вам. Любите ваш дом, относитесь к нему как к живому существу, и ваша жизнь начнет наполняться новым смыслом и настроением. Если относиться к дому именно как к продолжению своего собственного тела, то вам в голову не придется хранить кипы пожелтевших старых газет и украшать стену унылыми или даже угрожающими картинками. А ведь это имеет непосредственное отношение к вашему настроению, самочувствию и, по большому счету, к вашей судьбе. Вы достойны всего самого лучшего. Дом очень многое может рассказать своих обитателей. Из любого опыта консультанта я уже могу предсказать, что примерно убежит один человек. Скажем, если у человека депрессия, грустные глаза и нет счастья в личной жизни, то, скорее всего, и дом его выглядит аналогично. То есть в обстановке преобладают скучные тона, по полу и по стенам ползут вьющиеся растения, много бенделушек, которые достались в наследство с бабушек и бесконтрольно распредоточены по всем поверхностям и огромное количество ненужного хлам. А если я встречаюсь с энергичным, жизнерадостным человеком, то его окружение обычно вполне поддерживает его имидж, стиль и радостное отношение к жизни, подобное к подобному друзьям быть. Хотя бывают любопытные исключения. Коктейль попала в дом к женщине, которая на первый взгляд производила вполне благоприятное впечатление, но была, пожалуй, слишком уж напористой и безапелляционной. То, что представилось в моем взору в ее доме, стоит описать. Очень яркие кричащие цвета неудачно подобранных обоев соседствовали с безвкусными яркими же бетилушками, прийдутами украшения помещения, но на самом деле создающими атмосферу какой-то нервозности и беспокойства. Представьте себе такие сочетания цветов гостин. Синие, красно-черные обои с очень крупными золотистыми разводами и поверх всего этого еще и разнообразные картинки абстрактного стиля. Создаваемая обстановка вызывает у посетителей, я не говорю уже про хозяев, головокружение и желание подскоревывать выбросы из этого дома. В ванной комнате была обстановка солдатской казармы с полным отсутствием ощущения женской руки и всяких женских штучек, ну и так далее. Неудивительно, что как выяснилось впоследствии от этой женщины недавно ушел четвертый муж. Потребовалось немало времени, чтобы убедить ее, что подобная несбалансированная атмосфера в доме сильно влияет на характер жильцов и на супружеские взаимоотношения. После ремонта в доме и внесения большей изящности и деликатности в обстановку, она позвонила мне и сказала, что постепенно налаживается отношение с мужем, да и сама она стала намного спокойнее и умероснованнее. И еще одно очень интересное наблюдение. Проанализируйте, как ваш дом встречает разных людей. Вспомните, как и мои гости буквально крушат все вокруг. Вроде бы случайно разбиваются ваши любимые чашки, падают хрустальные бокалы, и вы с напряженной лыжкой говорите по такому неловкому гостю, все в порядке, ничего страшного с кем не бывает и прочее в том же духе. Бывает такое неправдное, а на самом деле происходит вот что. Ваш дом чувствует подступное настроение пришельца. Возможно это зависть, ревность или затоюзная обида. И таким образом изо всех сил прилетает ваше внимание к данному человеку. Как бы говоря, берегись, у него дружные намерения. Не стоит недооценивать такие знаки и отмахивать садись, вроде бы все в порядке. Нет, нет, не все в порядке. И ваш дом знает об этом. Мне рассказывал один знакомый, что один из его основных конкурентов всегда разбивал будто бы случайно посуду и фарфоровые украшения в его доме. Вроде бы трезвый, с координацией все в порядке, однако все, что может упасть и разбиться, падает и разбивается в его присутствии. Таким образом, дом подтверждает понимание, этот год себя не любит. Прислушивайся к моим сигналам. Мой знакомый решил внимательнее приглядеться к этому человеку. В результате он был на чеку и не допустил подвухов в делах. И еще один совет. Не пускайте домой людей, которые, как вы знаете, вас не любят. И один пример из жизни. Одна моя знакомая девушка готовилась к свадьбе и накануне дожительного события решила что-то подправить в этом плане. Она взяла в руки ножницы и совершенно непонятным образом о неванде и в ладони за так сильно, что кровь трудом остановилась. Прожила над этим молодым человеком только три месяца. Такое казалось, что он алкоголик, а сигнал ей был подок. Дом, не зная как предупредить ее, использовал в качестве передающего инструмента ножницы. Но даже после такого серьезного предупреждения сигнал не был услышан. К сожалению. Отсюда вывод, если что-либо дается вам большим трудом или через подобные неприятности, то скорее всего это вам и не нужно. Представьте себе, что все, абсолютно все вещи в вашем предупреждении обладателями, наша главная цель суметь выстроить такую установку в своем доме, чтобы все вещи, предметы, дизайн, несли бы столько благоприятной информации тут. В общем, книжка великолепная, книжка Наталии Правдиной, так что вот, а так вообще учусь в школе очарования, так что вот, смотрю эти вебинары, так скажем, лекции, вот такие вот дела, слушаю Наталью Правдину к Ютубу, а так я посещала ее, так скажем, семинар в 2003 году здесь, в Санкт-Петербурге, вот такие вот дела. Татьяна Соломановна Мактул сейф-удин-рья, 20 июня 1972 года рождения, родилась в городе Ленинграде, так что вот в этой квартире я проживаю 30 лет, 24 года постоянно, мою квартиру продаю, комендантский 32,192, литера А, я собственник квартиры, я продаю за 5 миллионов 800 тысяч рублей в дневе или без агентов, так что вот вот такие вот дела, так что скоро уже приму душ, приму душ и буду спать на моей эксклюзивной кровати, так что вот супчик сварила, покушала, очень вкусный, особенно когда свежий, такой густоватый, ну, разбавлю его сейчас в ластыне, в холодильничек поставлю, так что вот, мне было, конечно, кастрюлю побольше взять, а так, конечно, так что вот, вот такие вот дела, как говорила на том видео, что посмотрю там, эти работники, работники от призма, там, кого если увижу, спрошу по поводу там, дорогого вина, бутылки дорогого шампанского, и когда я туда зашла, в этот, вина, так скажем, в винный таком-то, вот, какой-то отдел, я зашла не с той стороны, где касса, а с этой стороны, со стороны магазина, так что вот, я видела, что такая невысокого роста, восточной национальности, женщина, там у них есть, туда, направо, такая дверь, ну, наверное, в служебное помещение, так что вот, она так прошла быстро, туда в служебное помещение, вот такие вот дела, ну, я здесь как бы посмотрела, в общем, эти шампанские, так что вот, как-то видно, вообще на самом деле, еще, по-моему, мартини такая, ведь еще одна бутылка, по-моему, это мартини был, какой-то красный, такой, знаете, такой подарочный, красный, такая, как бы, из материала, бутылка, так что вот, такая красная, я, по-моему, она такая у них единственная, но пока она не стоит с этой стороны, или кто-то ее сюда поставил, как-то она так в одном экземпляре там была, так что вот, такие вот дела, и вышла я, ну, я там ничего не покупала, вышла я через кассу, где вот эта вот женщина, в которой я там неоднократно не делала покупки на кассе, она там на кассе была, там у нее на кассе никого не было, я с ней так поздоровалась и прошла, так что она работала в левой кассе, Когда выходите, там есть правая и левая каста, на выходе, когда выходите, на выход по левую руку, и я еще прошла, знаете, кальяном, там еще по правую, туда, направо, там есть такое, я бы сказала, кальянное, продают кальяны, такие штуки, что-то такое для кальянов, что-то вот это вот. Ну, я так смотрю, там 7, 8 тысяч, 7, 800, около 8 тысяч, там самый дорогой кальян, ну, думаю, вот это вот, и там тоже женщина, у меня высокого роста, продавщица, я говорю, скажите, пожалуйста, вот этот вот кальян самый дорогой у вас, она говорит, так она, знаете, она даже вышла, она там внутри была, около этих кальянов, внутри, она даже вышла сюда, я так посмотрела, я у нее спросила, я говорю, вы не скажете, почему там такая колба, у других она какая-то цветная, а это такая, знаете, такая колба, она, у этого самого дорогого кальяна, низ колбы, она была просто такая стеклянная, причем как-то он не очень выглядел, на мой взгляд, ну, она мне особо ничего не сказала, ну, она говорит, ну, да, вот этот вот, я говорю, а почему такой вот у нее вот этого кальяна, такой вот, них, ну, она как будто вот, просто другие такие, низ кальянов такой цветной, ну, это я просто так, так что вот, думаю, так вот, поговорю, для моего специально вайс-джурнала, так что вот, два мои канала на ютубе, Татьяна Салмановна, Мактун, Сайфудин, на русском, на английском языке, так что вот, там около 5000 видео, на каждом видео я, я была Александрова Татьяна Юрьевна, я специально поменяла мое имя, что-то фамилия, Татьяна Салмановна, Мактун, Сайфудин, в 2018 году, так что вот, вот такие вот дела. И еще, знаете, что я заметила, когда я была в магазинчике, два четыре часа, там, знаете, покупал, покупал, делал покупки, очень красивый мужчина, спешите узнать, он явно знает вот этого мужчину, который продавец, ну, он наверняка женат, так что обольщиться-то не надо, я просто заметила, я столько туда хожу, вот уже там, я туда въехала, я вообще в этой квартире живу 24 года постоянно, Татьяна, два года я жила в Петергофе, в начале, в середине января прошлого года я приехала сюда, и как-то очень быстренько стала, ну, я нашла, думаю, вышла, смотрю, и вечером работаю, знаете, и всю ночь работаю, так, но когда вышел, там в 11, и в 10, и в 12, там идешь, можно там что-то купить, или, знаете, там, и хлеб, и мороженое, туалетную бумагу, или что-то такое, что-то вот такое вот по мелочи, или жвачки, так что вот, я вот в этом магазинчике, я много раз в этом магазинчике была, но более такого, он есть такой, у него такая была русская внешность, русско-европейская внешность, он был в европейской внешности, но более красивого мужчины в этом магазинчике я не видела, за весь этот год, даже больше, он был достаточно высокий, метр восемьдесят, ну, вот эти, я с него посмотрела вот так вот, а я проходила, мороженое там смотрела, и так вот на него так глянула, он с этим продавцом разговаривал, что-то на него покупал, у него такие правильные черты лица, такие вот были, такие большие светлые глаза, и вообще он такой светлый был, так что вот, ну, спешите узнать, ну, это я шучу, честно говоря, это я такая, типа, шутки, спешите узнать, а так, честно говоря, очень-очень красивый мужчина, и он явно знает этого мужчину, вот этого, ну, который вот этот вот, и, знаете, там еще люди покупали, там были женщины, какие-то что-то покупали, женщины, мужчины, какое-то, что-то с какими-то вот этими баклажками, пиво, когда я заходила, потом еще, там какой-то мужчина на улице, ага, потом отошла, смотрю, там перерыв 15 минут, когда-то же раз пошла, смотрю, перерыв 15 минут, так что вот, я туда поднялась, и там ждал, дверь закрытая, и мужчина ждет. Мужчина ждет, такой восточной национальности, плавноватенький, ну, такой нормальный, симпатичный, ну, так, в общем, он говорит, ну, в магазин, а закрыт 15 минут, перерыв. Я бы тоже ждал, я говорю, давно ждет, я говорю, нет, несколько минут. Я говорю, ну, ладно. Потом думаю, ладно, пойду, потом думаю, а что, я погуляю. А что там, свежим воздухом подышать, погуляют прошла погуляла буду смотрю и магазинчик открылся и я хлеб купил так что вы это знаете оба щетка не надо такая правда бросился не было то что у него такое вот лицо фигуры я чтобы не верил такой достаточно настроенный тройный высокий она лицо так вообще вот там модели уходит парижа у вас так что вот чем такой модельный лицо модель на внешность у мужчин молодой мужчина я показала так от 25 до 35 на я так вы очень даже не знаю около 30 наверно можете конечно моложе так чтобы это знаете чего говорю не для того чтобы чего-то там ну если вам интересно мало ли кому интересно там решит узнать кто это был так что вот в общем бы так вот стоит как-то будет это же не гала на чем он там пришел приехал это вам не могу сказать очень так это очень как-то вот так это для чего говорю для того чтобы вы знаете что я туда ходила я просто тех людей которые так не вошла игру граждане нет я вошла когда-то стопа до рода услышите говорю прям все вот этот магазин то есть так так у народа был один маленький я такая вошла туда такой народ и говорю в общем я бы правда это прям это все набежали набежали туда там правда женщина какая-то быть мужчины были это восточные такие и каждый редко дает того ну как-то очень какие-то покупатели но я была там всего дома на минуту несколько минут пару минут лишь там долго не запишивают это первое мороженое а там думаю нет думаю хлеб думаю борщ добираю щи борщ думаю или просто по быстренькому доллар там картошечки морковочки думаю так five Malika супчик такой этиков принципе я приноровилась чтобы не наваривать кастрюлю большой а каждый день каждый день нам хорошо немножко морковочки понимаете в друге свекла то что быстро валится капустка морковочка картошечка макарошки и общем там чечевица и так по-быстрому там две тарелки как суп и приноровилась и съел за раз и все чтобы не а как будто как-то кастрюлю на варишь начать наварила когда эти долго варится понимать красная посоль она долго варится потом перловочку тоже нужно варить потом в общем что свеклу тоже она так это и когда уже там начинаю что-то все варить затягивает и смотрите на только начала часов вначале я начала варить суп и до 12 еще 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 5 числа и смотрите сейчас у нас уже прошло почти 3 часа то что пока ему варила пока кушала то что он заходила еще немножко погулять так что вот уже три часа прошло ну это потому что перловочка ну конечно конечно более будут вот другой страны и так наварила и в общем завтрак сегодня еще покушаю так что это каждый день варить ну то свежие вот такие вот дела шума младенную что там сварила супчик она может там не написала ночью не все как-то вот это вот так по быстренькому чел думаю макарошки а потом не нужны картошечки капустки покрошить в общем а еще знаете лучку и чесночку потому что эти все таки вот как-то вот это как говорят кто ест лук чеснок от того эти вирусы прямо отскакивают так что вот и там уже я думал что надо не этим помыли бы пол да нужно как-то что-то такое положите не знаю лукаешь и чтобы там немножко сараканы то не ползли чтобы это инфекция отскакивал как говорят лук чеснок вот народные средства не какие-то химия там еще что-то я считаю что эти вот это вот вот лук чеснок и вообще как говорят ну это в общем как-то бактерицидное такое их это сразу видно что вообще не какая-то вот это в общем там головка чеснока или кусочек лука в общем как-то вот это может быть вирус это когда разбегут эти разбегутся испугаются вирусом так что вот эти люди народными как вы знаете как светлана ермакова советует как она даже по моему это даже каким-то теме малами в чем чет там не кремами наверно она вообще будет что она не моется представляете женщина живет вот я смотрю знаете вот она без 30 лет из плохого настроения просто как у нее кайф знаете кайф без каких-то допингов вот даже чайный кофе не пьет и туалет у меня как там канализацию не нету топит они дровами или не знаю что там у них нет может быть у них газ очень точно не знаю так у них канализации у них нету вода на улице ну и улице она будет что на редко мой так обтирается так что вот но хочу заметить что баба моя бабушка щеглова антонина мартьяновна тоже редко мылась не часто работала она много она была найти это стирала и белье на всех и готовила на всех знаете там быть обед и ужина и понимаете каждый день ужин она готовила на всех так что вот а нам она готовила еще и завтраки и обед для ужина так что вот лично мне когда я была маленькая в школе и уже подростком и уже когда знаете подручилась так что вот и стирала она на всех долгие годы я хочу заметить что принципе она тоже редко мылась не то что редко ну может быть я точно не могу стать может раз в неделю знаете как все-таки люди старые закалки как-то привыкли дать знаете как там не каждый день она как-то все-таки на раз в неделю может на каждый чаще может я как бы вот это не замечала но то что я замечала с ней в одной комнате жила она каждый день обернулась полотенцем вот здесь такое было здесь такое вафельное полотенце достаточно длинная такая в парни на чтобы спину знаете она вот этим она мочила давательное полотенца и каждое утро растирала свое тело этим полотенцем но наверно он как-то стирала ну поп до постирает его намочит коп rounded и она как работа ведь не то что он обтиралась оно знаете как то вот так вот особенно спину она так растирал она в общем как вот и светлана жмакова на выдал я говорит вот тактируют обдирают полотенцем потом чистым полотенцем как того 1 мокрая такой влажный такой сухой я вообще чисто не будет у меня и такое сыроедение малоедение я вообще все чистые волосы чисто зачем них мыть я все чистое так что вот ну так по крайней мере я смотрю видео организма это когда учебал много шлаков он как-то вот это вот в общем выкидывает одну через кожу и так далее а в общем как-то не хрикаешь там тоже она тоже я не помню чтобы она чем-то болела а желаю с ней в одной комнате я училась и в садике и детском садике с не жила в комнате постоянно и детском садике я училась и я училась и в начальных классов потом мы переехали когда я в 10 256 школу пошла так что вот и все с ним в одной комнате жила то что вы никаких не таблеток она особо не принимал я знаю что у не было знаете вот но что в ножку не было да это она редко не пользую так что вы и вообще она вообще ничем не болела а ей было она как у нас эти работала проводницы проводницы потом как-то наверно как там не начальником поеда уж какие-то какие-то такие уж что-то там в общем проводнице потом какая-то какая-то большая должность у него какая-то ну вы знаете на поездах что вот поэтому она ушла на пенсию ну и мы были маленькие а с нами в общем сидела было я уже принять на пенсию пошла то считаете что вот так я не помню чтобы она ни разу на ни разу я не помню чтобы она здесь вот так вот лежала там какие-то у или какие-то головные боли или еще что нибудь или там знаете гриппом заболела или ордер или ну понимаете там какие-то ангины ну мало ли бывает я не помню вообще то есть а память у меня угол я всем сломанного вам чем и такое вспомнит но одевалась на конечно очень просто очень скромно такие знаете как бы платки такие пальто у него были очень так и так и знаете она сапожка ходила уже здесь какие-то такие как называть там такой молнии передать и знаете они по типу по типу валенок но так теперь чтоб удобно ногам было очень так это просто одевалась просто скромно нужно может когда очень скромно так полный ночью как-то вот так наверное некогда было не болеть ничего и надо было белье стирать полы мыть посуду за всеми мыть потому что посудомоечной машинки у нас не было этого ручка вот это все покушают тарелки оставить завтрака мы придем из школы покушаем она все это мыло потом ужин надо приготовить потом тарелки помыть мама печатает на машинке юрий анатольевич отдыхает и в шахматы играет так что вот а с утра опять и пол у нас всегда чистый был у нас всегда чистота была и собака у нас была колли фред так что полы помыть тарелки помыть еду приготовить белье на всех постирать где же здесь болеть а нет забыла вспомнила была рука у меня сломана точно наверное даже правая или левая точно не могу сказать но она даже с этой рукой стирала белье она его запятила потом она его одной рукой полоскал а так что это дровяном щекам было да что-то в этом роде потому что помню что даже ну а что в общем вот так а что работ делать надо делать надо как-то вот как-то вот так наверное не буду было правда купила и вафельное полотенце было белое такое большое немаленькое 2 а вот такие большие татьяна палмана сказала бы так знаете такие такие полотенца такие полотенца нам давали скажу что у степанова раз в неделю там выдавали полотенце но это полотенце надо было сдать до бани и определенное время на полчаса раньше или на 40 минут раньше общий подъем раньше белье складываешь вместе с этим полотенцем и знаете куда несешь туда от 1 палаты туда к выходу к самой последней там где врачи там где врачи сидят вот там вот там было раскинуто такие большие эти штуки туда кидали белье полотенце туда сдаешь сдаешь да ну да дубами нужно сдать это полотенце туда вместе с этим берем и она видит к маленькая давали такую маленькую руки вытирать вешать его надо было закрывать и они прибыли такие вообще все истрепанные выдавали дорогу кулу 1 1 около моей первой палаты затрону стояла эта штука я даже хотела он такой истрепанный вообще такое все такое бы у вас и просто был там вообще такое на свет просвечивает и один раз хотела поменять ну и к этой женщине будет пожалуйста я говорю она уже совсем такое могли выдать на другое более на взмариваться на пачка вот этих полотенец потому что это вообще знаете они бывают эти когда год уже от от то что там вообще даже в этой штуке нет они очень такие лысые как бы лысая полотенце такое знаю что в неделю надо будет волосы вытирать и все вытираться каждый день там голову мыло под этим эти штука им как-то вытираться этим полотенцем особо не вытащите себя нужно вытереть и волосы так что вы как вы думаете она будет не подошла она поменяла его а вы догадаетесь с трех раз входишь и запись сразу налево 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 такой стол прям подвинутый к этому и там знаете стопчиком полотенце халаты порядок оттуда выходит тот кто в баре после бани приходят и открывает это душевая кто-то в баню по списку не пошел по определенным причинам конечно нет то что она меня послала подальше ну какие вы дела а знаете там когда уже банка баня когда вошел уже в банку такая банка лет 300 на этой банке такая вот такая банька мне показала знаете вот этих вот я думала что такие были в концлагерях в Освенциме такая вот такое сооружение может быть она прибыл из Освенцима такая банька ну че такая банька в возрасте банька скумейки 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 в основном они слева скумейки с вешалками такая штука и вешать одежду ховер и там такая вот такой резиновый чтобы не подкользнулись когда вот это вот и там дверь туда в огромную такую штуку где вот это вот а душевые слева нет права права доходит душевые справа там там 44 а так только вот эти методы там такие тазики такие шайки дают шайки моя вот это как я как ее как ее звали пилоте уж стала забывать светланы и звали нет на светланы звали ирина так что вот вадим владимир путины вот это ирина которая была в одной палате мы с ней там несколько недель представляете вот вот эта ирина у нее такая мечта я уже забыла выйти за ваш за ваш замуж у нее такая была мечта выйти за нашего президента владимир владимировича путина ну я в нас не хотела познакомиться ну и как-то вот так она подумала что он развелся а вот она в общем как-то вот так вот и возник она очень талантливая она стихи наизусть читает это во первом какие картины нарисую татьяна салманна видела она может такую такие цветы картины изобразить и книжки она такую книжку за два дня читает вот такую книжку на калхоп вот это вот такая книжка небольшая книжка тогда калхопа я вот уже прочитала того в другую взяла чтобы из израиля на израиле вообще что она ходила кругом стихи читала на спросите у нас там вообще там там женщина которая там одна тетенька светлана которым там у нас этой страны а в той страны женщина которая начальной классы он крошки на учительных начальных классов такая на евреечку поможет полноватенькая таким ношим угол такая так чтобы даже у него один в один честь такие политические взгляды до за которые она туда он сказал что она политические взгляды вот туда вот он вот это вот поссорил он какой-то как будто бабушкой по поводу политических взглядов бабушка была коммунистических взглядов и бабушка ели вот вызвала вот это вот и туда и не она не сказала она выписалась за деньги за два до меня я даже бабушка и забрала такая старушка за снять старушка затем нет это звучит просто немножко так это комедийно в общем как то вот так я просто начала их как-то уже уже забывать может это записать на это знаете вот это как там в книжке знаете мемуары так что вы уже мужчину с этими с восточными этими штанами ведь к мужчина еще там с восточными штанами такой у него такое лицо в наколок ну да я сразу поняла что в главный когда я туда пошла вот уже такое спасибо там целуется обнимает со штанами такие шаровары как вообще из этих как-то из востока прибыл как с восток у него на лице татуировки как сейчас помню так что знаете на самом деле там если что вы знаете вот с ним наверное знаете вот как-то вот так вот он такой вообще в общем там при девушке было все только при девушке он был не один он даже гулял в там гуляли после рисования и пения в загоне гулять короче а тетенька рекламирую женщину рекламирую женщину господин вот этот вот который портрет рисует художник узнать там тетенька была очень поварительная с такими ногтями не такими полно это такое лицо у меня накрашена вообще такая очень полная очень такая накрашена красивая такая не поздно на женщинке ногти у нее красивая она изо на изо на рисование то есть там рисовать надо было она сказала что она мечтала быть художницей но работает ну в общем как то вот это ну и то там вообще такие картины очень честно говоря у нас там этот изо заходили до его ну да это на каком на втором этаже честно скажу где туалет был женский смотрите выходите с этого изо заворачиваете налево налево до конца там сидит тетя что любит ну знаете там даже в этом изо вот эти вот лестнице чтобы эти подговориться знаете что как следует не просто таких заведений знаете там сетка была натянута на эти лестнице чтобы мама мало ли с ними ничего не случилось сетка была натянута но вы понимаете да и там тетенька около туалета сидела там долго туалете задерживаться нельзя я должны это пока в туалет пока руки помоешь там вот это вот и однажды она заглянула я поняла что там кто зашел или что он сразу заглядывает вы поняли да тетенька около туалета короче тетенька слева а раковина справа там можно кисточку побыть знаете она говорит когда вы прессовальки этим кистями вот и в этой штучке вы должны эту воду слить и вообще ли вы там водички наведите налить и водички а ты там только можно такую бутылочку ну чтобы кисточку это мочить и рисовать чем там ходить рисовать там есть и фломастеры и мелкие им краски и акварель там очень там вообще какую-то в общем вот это всякие раскраски так что вот вообще не все там еще приходила комиссия чека 3 они обходили обход был такой обхода не смотрели так что вы спрашивали как там что это кому интересно что-то не страшно смотрели как кто там что рисуют а вообще вот это вот проходит мероприятие хор там у нас хор потом я в хор ходила хор открылся стала на одну музыку ходить петь хоре ну а тетенька на изол с этими ногтями она у нас там кто-то сидела скамейка это вот стульчик если вы там заняли когда вошли стульчик заняли там пластмассовый туда сразу налево туда тенька заговорил короче вот это это ее место она там в общем смотрит так что вы очень не надо не стульчик занимать очень такая очень полная высокого роста много ногти ногти такая в чемпотанная несмотря на ее полноту она очень-очень такая импозантная сказал колоритная женщина в отличие от всех остальных которые там были правда вот ну когда входите уже на пение такая большая вот это окна знаете к этим сразу туда напротив а там из этих сторон должен пианино а где-то вот это короче тут играть это играть направо-направо ну маленькая небольшой такой вот это такой маленькая ну не маленькая такой вот такой вы здесь направо на правой стеночке и окна двух сторон и справа и сзади окна так что этот мужчина с накоплен на лице знаете вот сразу знаете вот такие вот видны взглядом как обруб бросил мой его штаны по штанам поняла знаете то восточные штаны такие вот эти такие прям шаровары куда он взял их чем даже не знаю с этими наколками еще такой метр восемь десять наверное немножко такую достаточно молодой парень так что вот такой очень общительный такого среднего телосложения но я пособилила может быть он такой накачанная точно не знаю так что вот это гене а кинешь так взглядом так сразу понимаю что в общем как-то ну знаете когда я кинул взглядом я поняла что может быть он там какие-то вопросы можете решить ну там как-то вот это мы поняли да он был девушкой с девушкой так что вот гуляем тоже потом гулять не понять они были в другом один раз помыть нам на рисование бы а так они там снова были когда входишь в первом на первом этаже большая зала там эти можно было что-то там рисовать выше не вышивать общем там чего-то там играть нужно было очень там немножко другое в общем какая такая специфика они в том зале словались в том зале как-то там там очень много было там очень всякое такое там очень много всего так вот в этом же вот этого заведение как-то на двое цветков там покажем даже вам-то реабилитационный центр там же и выписка выписка когда вошли в эту дверь немножко налево прямо и наливенько сразу так найти вот это далее чуть-чуть почти прямо и налево здесь такой закуток не только комнатка комнатка и там женщина сидит как вошли в эту комнату сразу налево налево смотрите прям налево стол она лицом туда сидит так что вот ну там они просто когда ты выписка неправильно там одну букву в моей фамилии давайте вы меня писали там стала исправлять очень там возмущался вот неправильно написано я же он исправляют как правильно пишет и моей ночи фамилия я просто исправляю я очень кричал даже кому-то звонила говорю ошибку я просто исправляю потому что вот по паспорту я вот так вот я вам загрузила султана брунея так что вот новости султана брунея посмотрите на его лицо татьяна салмановна взяла как я пишу это я на самом я взяла мою вторую фамилию сайфудин одно из имен султана брунея это о чем татьяна салманом будет сказать посмотрите на его лицо мне вообще на серьезно он мне писал что он спрашивает один раз спрашивают один раз а я взяла вот и пишу об этом что я взяла одно из его имен как мою как мою вторую фамилию так что татьяна салмановна я понимаю ну я так понимаю что я так себя пиарю пиарю и в общем как то вот это такой даже сказать вы понимаете даже я думаю что обычному человеку даже такое в голову даже сказать не то что что-то взять такое даже сказать такое в голову не придет поскольку он понимает что если к нему не приедут по кому-то пришли вы понимаете да так что татьяна салман собирается ответить перед султаном брунея почему она взяла это я его фамилию вернее одну из имен вот михаил маратович ждет татьяна салман решить вопрос с соседями а султана брунея татьяна салман ждет чтобы решить вопрос со скворцова степанова в котором она пребывала два месяца татьяна салман она собирается ответить перед султаном брунея почему она взяла его вот такое имя как свою фамилию и в ответ на это она рассчитывает что султан брунея ей поможет материально чтобы подъехать ну мы вряд ли он сам как-то вот это поедет к вашему степанова что татьяна салман она смогла приехать и решить эти вопросы кто что вот так скажем со следственным комитетом со следователем и так далее пребывала она там как там вот так вот или в общем там какие-то были нарушения и так далее так что вы такие вот дела а вы как хотели просто я их обвиняю что они меня хотели отравить вот мы их там подспрашиваем и так мило говорю мы посмотрим что он не скажет следственному комитету следователем что они напишут и что они скажут на султану брунея что вы так что вы понимаете да серьезным намерений татьяна салманны мои а вам придется ответить потому что я вас обвиняю в том что вы меня хотели убить и отравить так что вот поэтому я намерена добиваться правду что вас там всегда просили пристрастием чтобы написали правда мне нужна правда если там нормально то в общем как то вот это просто я вас обвиняю в этом так что вот и хочу посмотреть что на это вам скажет солтан брунея также мы посмотрим кто он там заплатил и так далее потому что я знаю не просто так это было еще раз обвиняю в том что вы требовали денег для одной выписку так что вот такие вот дела а так в принципе все великолепно правда еще скоро уже приму душ и лягу спать лягу спать на мою эксклюзивную кровать это еще не все такая тишина в зале это было в шестнадцатом году в шестнадцатом да это было шестнадцатом году я даже не поняла прошло уже четыре года и знаете из такого существенного создать в небо и земли обещал мне вернуть мою маму тамара петровна я уже в этом рассказывал на моих глазах была вечная печаль на это же не могла даже как это радость я радовалась печальными глазами и когда я поняла как говорится это не просто было понимание в доказательство сказанного в доказательство этого понимания создатель неба и земли снял эту печаль он сказал я верну и снял печаль у меня как к рукой снялась печаль я поверила потом было сказано что нужно что-то передать основном безлада ну годы прошли как-то я честно говоря вот это вот я тоже об этом писала так что вот по поводу султана брунея то что он просил я для него сделала до этого он мне обещал все что у него есть прошло уже четыре года я то что надо было я выполнил то есть это было я я даже не поняла прошло четыре года так что вот правда это не совсем так по тем временам в общем я подумала что деньги нужны хашери на то чтобы улучшать мир и так далее деньги нужны людям и в общем это нужно тратить на благо на благо мира многие живут бедно и так далее я просто не представляла я просто не представляла что будет такая охота травля и вообще вы будете очень плохо ко мне относиться вы поняли да так что я вам желаю процветания так скажем и любви я просто не ожидала что будет такое отношение это мягко скажем не хочется ругаться матом к ночи так что это была ошибкой так что мое понимание 16 года и правда я как бы даже не посмела подумать что взять это для себя ну я надеюсь понимаете конечно сценаристы шуфы на ли для фильмов я надеюсь что если это было потрачено на то что это было потрачено и эти люди совершенно плохо стали относиться ко мне я думаю что создатель неба и земли как-то регулирует этот вопрос и вернет эти деньги откуда не так скажем ему на навернет если они были потрачены я так понимаю что если они поняли мой life журнал и достойно стали относиться вот я думаю что тогда как бы эти улучшения они осталось а если нет то я думаю что они как бы вы поняли да просто если сейчас меня спросить я скажу это не люди это звери это 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 звери которые стоят с одной стороны с полицейскими машинами с другой стороны машинами скорой помощи и скворцово степаново и говорят помоги нам мы вас хотим или в тюрьму или психушку чтобы мы были красивые чтобы мы провели миром чтобы у нас семьи были хорошие отдайте нам детей я просто тогда не знал что это хуже чем садом и гамора просто если сейчас меня спросят хорошо это понимание не говорят татьяна салмановна мы будем мы будем ему помогать мы будем улучшать жизнь там или вот там вот этим людям которые вас хотят посадить в тюрьму хотят чтобы вы были прокаженные хотят чтобы вы болели хотят чтобы вы были дать вас психушку мы будем помогать этим людям я скажу господи спаси меня и сохрани спаси меня и сохрани я почитаю 90-й псалом я вообще даже не знаю о чём ты говоришь ты наверное говоришь о зверях ты наверно говоришь не о людях спаси меня и сохрани потому что я занимаюсь 18 лет позитивным мышлением и спаси меня и сохрани я почитаю 90-й псалом я послушаю я почитаю книжку джизу померфи вот я я даже не знаю что и сказать Продолжение следует... Вряд ли меня кто-то будет спрашивать, но если, понимаете, какие-то фильмы, писать какие-то такие фильмы, что-то такое вообще супер, вообще вот такое удивительное и так далее... Просто плохого я знать не хочу, я просто удивляюсь на людей, на их вообще, я даже не знаю, хуже, чем звери, что ли? Я видела, что рушатся набережные. Не вы. Если создатель неба и земли говорит, вот едет, как там, вот эти вот колонны, там 500 этих машин ОМОНа, спецназ ОМОН едут. И 500 скорых помощи, мы будем топить город. Мы будем топить город, чтобы они не проехали. Я уже видела, мне сон такой снимался, что набережные, гранитные набережные рушатся. А если он говорит, что Вашингтон запустил ракеты, ядерное оружие запустил или запустит, например? Которые упадут сюда, и здесь ничего не будет. Мы будем взорвать этот город или нет? Катяна Салмановна, что вы скажете? Если они хотят запустить ракету, здесь ничего не будет. Татьяна Салмановна скажет, господи, я похоронила мою маму много лет назад. Если господь каким-то образом уж может вернуть мне мою маму, то господь, наверное, явно создатель неба и земли знает, что с этим делать. Я не знаю, там какие-то ракеты, еще что-то. Я могу почитать 90 салом. И тогда создатель неба и земли говорит, я все это разрушу и восстановлю заново, и все это твое. Потому что это было разрушено и восстановлено, и на это они претендовать не могут. Потому что они не могут сказать, что они это создали. Это было разрушено, а я разрушила и восстановлю заново. Чтобы они знали, что я могу все. Так что вот Спилберг. Спилберг. Сценарий. Я не знаю, смотрит он или нет. Давно уже пишу сценарий для фильма. Ну, про Нью-Йорк я давно уже смотрела. Там Нью-Йорк в воде тонет. Ну, там фильм на Голливуд снимал. Я вам покажу. 9000 салома мне нужно платить рублей. Так что вот. Книжку Берем за 1000 рублей. Ну, как бы я не купила, а 1000 рублей пока не заработала. Все в процессе. Делаю из моего имени мировой бренд. Так что вот. А еще создатель неба и земли говорит вот этих людей. Я воскресила этих людей. Они жили когда-то давно. А теперь они ходят по земле. И они неблагодарные. И по обычной жизни они не смогут. Если они жили 1000 лет назад. Они в современном этом и столько можно. И они неблагодарные. Поэтому это как вот этих вот каких-то. у них спрашивают. Они говорят. А, я там 700 лет назад жил. И, в общем, как-то вот так. Им говорят. Ну, знаете, у нас как бы вот лечатся такие. Так что мы будем делать сам по моему. Я говорю. Откуда же я знаю это? Я же их не знаю. Откуда же я знаю? Я их не знаю. Господи. Ты же знаешь. Ты все знаешь. Ты все записано. Я могу только Джона Кеха там прочитать. Что-то такое. Позитивное мышление. Ну, в общем, что-то такое. То, что вот книжечка, молитва. Я сама 90 целом читаю. Ну, честно говоря, учусь еще не Дональд Волши. Беседа с Богом. Вот он задает беседу Богу. И Бог ему отвечает. Это что-то наподобие, ну, знаете, каких-то там Кот да Винчи. Или, в общем, какие-то такие, в общем, эти романы на какие-то такие темы. Так что вот. Читала я эти книжки. Он там задает вопросы Богу. И сам же отвечает. Книжка такая. Так что вот. Ну, это можно, наверное, принимать как притчи. Или как, чтобы люди задумались, что все-таки мир идет к добру. Все-таки. Как бы они задумались, как они живут. В общем, какие-то такие притчи, да. Если вот выбираешь любовь, то все остальное приложится. И успеха, и деньги. Так что вот. Это что-то в этом роде. Даже не знаю. Смотрит меня Спилберг. Так. Вообще, хочу быть, конечно, певицей. Вот. И актрисой в Голливудах. По типу красотки. Так что вот. Александра Татьяна Юрьевна. Просто времени уже много прошло. И, в общем, с 16-го года я там много что писала и так далее. В общем, как-то просто. Меня просто очень удивило. Я так узором посмотрела по поводу вот этого. Знаете, что. Будет она нам суп готовить. Нам нужна домработница. Будет она нам супы. А будет она полы мыть нам супы. Она будет нам готовить. А готовить она будет. А убираться она у нас будет. Я даже не поняла. Вот это в коридоре какие-то такие энергии и так далее. Ну, матом вам сказать или как-то без матов вы как-то поймете. И когда они так вот понимают, что нет. Нет. А почему? Нет. Не будет. А почему? Так что вы имейте ввиду пожизненный срок в Магадане. И они так и скажут. Да? А почему? Ну, они скажут. А вроде как тут тянет на меньшее. Пожизненный срок в Магадане. А почему? Так что вот. Просто я не знаю. Даже время идет. А я понимаю, что это просто какая-то. Не просто какая-то наглость. А вообще совершеннейшая. И тишня как назвать. Понимаете? Даже матов будет маловато. Невероятное хамство. и, в общем, на совершеннейшее. Вот это вот. Так что вот. Это вот дизойно морали. Невероятное хамство. Темный портрет место. А пока! Ну, видите? Продолжение следует... 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 Вы что не знаете, правда? Они говорят вакцины. Каждый знает, что он и желал. Вы же знаете, я в 16 году всё это писала, писала, всё хорошее, хорошее, думаю, для мира, для мира. Потом 17 год, потому что я ничего понять не могла, что это такое. Вот конец 17 года, вот конца 17, 18, 18 начался, потом я стала как-то понимать, что это вообще просто какое-то вообще. Так что в общем, что вы тогда вот это нажилали, но и до болезни по списку, всё вот это вот такое. холодный эллинг Мартова Степанова, токлетки, так что будут различные болезни. быть прокажёнными, никому не слушали, чтобы бросали. Так что вот одиноко и так заодно, чтобы все бросили, чтобы всё отобрали, чтобы дети бросили, чтобы дети не потерялись. горбились вечной скорбью. То, что вот, хвост было. вы сами знаете, хвост были, хвост были, хвост были, хвост были. вы сами, своими руками, отказались от эквивалента жертвы. я уже говорила, что Настатель Небо и Земли даже не спрашивает одного раза, даже не спрашивает. Он предлагает только молиться, не просить за молитвы, быть благодарным. Так что вот, говорят, в принципе, ну, вернёмся к позитивному мышлению, мы не будем там, ну, сценарий, сценарий, это, конечно, всё это драма, не будем, не будем вот эту драму, вот эту апокалипсис, в 12-м году апокалипсис ждали. О, говорили там, что-то там прилетит, инопланетяне прилетят, метеориты прилетят, часы в Нью-Йорке остановятся, ещё что-то там такое, всё пугали, пугали народ. А наш народ всё равно прётся там, в Египет прётся там, ещё они говорят, о, мы посмотрим на апокалипсис, мы посмотрим, покажите нам, ох, мы с удовольствием посмотрим. Наш народ пивко закупил, он думает, а, пивко закупил, теперь вот это вот каникулы устроили. Ну да, наш народ, он хочет чем-то такое посмотреть. Так что вот, а вы посмотрите этот фильм про смерть, такая смерть с косой. этой, как её там, известная она такая, вот эта вот, говорит, что она немножко похожа. Как я забыла, как её зовут, вот эта блондинка такая. Красота скрытого там, ну, у неё разные такие, она вообще такие драматические какие-то такие, эти сценарии. Сама снимается в фильмах, такая драматика. Так что вот, при деньгах, при квартирах, при ребёнке. А здесь туалет. Туалет не смываю ведром, а в ванной мою посуду руками. Так что вот, пока денег не заработала, но я в процессе. В процессе ещё. А вы думали, что это кто? Колька с ружьём? Ах, спросите у Кольки. Ну да. Спросите у Кольки. Ну да. Здесь, понимаете, такой ружьё. такое дело, что-то сказать, взять ответственность. А здесь должно быть как-то вот, в зависимости от того, кто, чего, а это очень такой сложный вопрос. Понимаете, очень сложный вопрос. Так что вот, очень сложный вопрос. Ну да. Продолжение следует... 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 Верующие люди, как, наверное, моя бабушка, она, в общем, и никогда и не болела, Щеглова Антонина Мартианна, она все молитвы читала. Она читала молитвы. Вечерами она, правда, читала молитвы, в церковь ходила. Эти люди так вот читают молитвы и, наверное, так вот обращаются к Господу, Господи, помоги. В общем, вот так вот читают молитвы, и они рассчитывают на Господа. Я, конечно, не знала. Я не знаю, не могу спросить других. Потому что я говорю, я не совсем поняла. То есть вот 4 года прошло, то есть, ну, в принципе, что, я привыкла к книге Джозефа Мерфи читать, 90-й Псалом, эти научные молитвы Джозефа Мерфи. Для меня это нормально. То есть, ну, тогда как-то не надо обольщаться тогда. То есть как-то нужно, не знаю, там, ну, пишу о сценарии, да, там, вот, кирпичи мокром полил, творчеством занимаюсь. Хочу быть, конечно, певицей, там, ну, еще такая арт-фотограф, арт-дизайнер, модельер, блогер. Такие, ну, в общем, знаете, такая, еще тут, там, такая коллекция одежды. Ну, а что? Интернет дает такие возможности, можно как-то и фотографии красивые, там, ну, такие возможности продвинуть себя. В разных областях, такая, такая творческая. Ну, так что вот. Ну, тогда как-то вот, ну, в общем, берешь тогда, читаешь, там, не знаю, там, книжку Джозефа Мерфи. Я вам уже зачитывала, там, части книжки. Там, 90-й Псалом. Ну, и, в общем, как-то занимаешься, читаешь книжку, занимаешься творчеством, рассчитываешь, что как-то вот продвинешься, заработаешь, будешь с финансовой свободой, независимой. Ну, в общем, как-то вот так вот. То есть, в общем, чтобы, знаете, как-то не, в общем, как-то вот так уже, 4 года прошло. Потому что был уже Путч, был уже Путч, был уже Горбачев. Я, конечно, так взяла вот эти вот, когда я посмотрела, что там вот это вот, вводят эту армию в Москву, Я тоже подумала, господи, ну, ты, наверное, не допустишь, чтобы вот эти, ну, как говорится, за чужой счет-то был банкет. Тяжеловато, тяжеловато тогда было. Горбачев, Путч и так далее, смена власти. Тяжеловато. Тяжеловато было. И кресло Трамп, и стол Обама, так что вот. И книжечки Иванова, и рецензия Медведева. Так что вот, такие вот дела. Путч. Продолжение следует... 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 Я здесь стою и рассчитываю на тебя, то есть я здесь стою и рассчитываю на тебя, значит здесь никого нет, значит стою здесь только я. Если кто-то посмелится подойти, все пойдет мимо. Ну и возможно я буду какие-то, может я что-то не поняла, говорить о каких-то других измерениях, что там кто-то там, инопланетяне стучались в люк, понимаете, юмор. Юмором это, наверное, юмором знаменцев другой серии, да, вот это вот. Каким юмориконом. В общем, я не знаю, если мы займемся юмориконом, если считать, что когда я выходила, я встретила соседа Антона, он сходил туда с картошкой, в квартиру. Он сходил боком, он даже туда не посмотрел, он выходил из лифта. Я с ним поздоровалась, я говорю, здравствуйте, он тоже со мной поздоровался, это был сосед Антон. Так что вот. Ну и вообще я думаю, что в этом во всем нужно, конечно, вот на то, потому что это было так показательно, и так, эту печаль ничто не могло снять. Потеря мамы, я говорю, что настолько я потом там, вот этот Леша знает. То есть мои печальные глаза нельзя было скрыть даже смехом. Я смеялась печальными глазами. Это было просто какой-то вот, 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 вот. Правда. Это было очень показательно и очень, ну, я такого не видела никогда в моей жизни, за все мои 47 лет. Так что, наверное, на это я и буду опираться. Так что, если это, я скажу. Вот, понимание было таким, и то, что, ну, может быть, конечно, подсознание, сценарий, все это великолепно. В общем, хочу, конечно, быть как Джоан Роулинг, как Гарри Поттер, написать, знаете, такую, в общем, книжку. Так что, ну, своими словами, как-то просто, отталкиваясь от того понимания, так и буду. То есть я, наверное, не совсем поняла. Это, наверное, подсознание подсказывает сценарий. В общем, как-то вот это вот. Это была шутка или это не шутка? Или это так оно и есть? Ну, и знаю, что с моим большим опытом, что, в принципе, там особо, в общем, как-то спорить, спорить там бесполезно. Мужчина. Мужчина. Меня видел мужчина на втором этаже балкона. По нашей лестнице на втором этаже. Он там, наверное, часто бывает. Мужчина на втором этаже. На втором этаже. Женщина еще входила в подъезд. Меня видела женщина молодая. Ну, и также из третьего подъезда там вышли люди. Вышли люди, наверное, врачи. Кто-то там вышел, человек 4, наверное, вышла и в скорую помощь сели. Так что вот. Я даже там еще потом прогулялась. Так что вот. Они вывернули потом туда. Комендантской площади. Ну, немножко думаю, еще погуляю. А чего? Воздухом дышать надо. Уже хлеба купила. Там вот пять озер сходила. На шампанское полюбовалась по дорогой цене. Ну, так что вот. Спасибо. 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 Монтастические сценарии. Жить в замке. Ездить на лимузине или лезть на хаммере. В шикарные магазины. Мечта, конечно. Мечта. Быть супербогатой. Кстати, жду мои 10 миллионов долларов наличными деньгами. 80% буду тратить на мою счастливую жизнь. Вот такие вот дела. Писать вообще сценарий, снимать себя в своих же фильмах. Быть таким, знаете, вот сама пишешь, сама пишу, сама снимаю. Еще, знаете, быть богатой. Так что вот такой известный, такой позитивный, на позитиве. Так что вот. А так пишу еще о мой видеосеминарах «Химия любви». Так что вот, да, о любви и сексе, изучаю тантра-йогу. Но об этом я уже говорила. Так что вот. У меня такие разные направления. В рамках моего, так скажем, в рамках моего LiveJournal у меня разные проекты. Разные проекты. Мечта к мечте. Ариф Камасу Драгуши. Так что вот там, в общем, такое все очень интересное. Так что вот. Так что вот такие вот дела. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. 47 лет, рост 1,75, брондирую себя, делаю свой имени мировой бренд. Так что вот два моих канала YouTube. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин на русском, на английском языке. Там на каждом видео я. Около 5000 видео. Вот такие вот дела. Так вот. На большинство, всеureлось в том, что я еще делаю положительный